Вечерний звон. Картина русского живописца Исаака Левитана находится в Государственной Третьяковской галерее. Уже в ранний ученический период для Левитана огромное значение при работе над композицией полотна имел подготовительный рисунок, делавшийся обычно мягкой кистью красновато-коричневой краской с большим количеством разбавителя. В ранних произведениях Левитана выполнялась монохромная подготовка, в поздних тонкий цветной подмалевок, который видно в некоторых местах картины, ведется всегда по светлому грунту. Придавая большое значение четкости рисунка, художник часто применял в этюдах тушь или карандаш. Фактура произведений Левитана очень разнообразна. Художник применяет сильно разбавленные густые листировочные корпусные краски, слои их наносятся и тонко и пастозно. Краски художник носил как кистью, так и с помощью мастихина и даже пальца. В последнюю очередь прорабатываются детали маленькой мягкой кистью. Облака написаны более пастозно, почти чистыми белилами. Замысел картины «Вечерний звон» с лучами заходящего солнца появился у Исаака Левитана в 1887 году, когда он жил под Звенигородом и наблюдал вечерние пейзажи у Саввина-Сторожевского монастыря. Через два года в поисках новых мотивов для картин художник поехал в Юрьевец и поблизости увидел небольшой монастырь, при виде которого вернулся к замыслу картины. Благодаря чему в сюжете будущих произведений переплелись образы этих двух монастырей. Ранние годы Исаака Левитана были полны лишений. Он родился в 1860 году в небогатой еврейской семье в деревне Кибарты на западной окраине Российской империи. Его отец был учителем иностранных языков. Несмотря на бедность семьи, отец поддерживал увлечение детей живописью и смог дать детям хорошее образование. Исаак учился в Московском училище живописи, вояния и зодчества. В 19 лет на художественной выставке Павел Третьяков купил у него картину «Осенний день сокольники». Так Левитан получил свое первое признание. После 1894 года Исаак Левитан получил звание академика пейзажной живописи и стал преподавать. Художник рассуждал. Мне говорят близкие. Напиши дачи, цветы, Москву, а ты все пишешь серый день, осень. Кому это надо? Это скучно. Это Россия, не Швейцария. Какие тут пейзажи? Ой, я не могу говорить с ними. Ведь мой этюд – это тон, это синяя дорога, это тоска в просвете за лесом. Это ведь я, мой дух. Это во мне. Глядя на картину «Вечерний звон», можно почувствовать умиротворяющее спокойствие, наполненность светом, лиричность летнего вечера и свежесть речной воды. Пейзажи Исаака Левитана передают теплые отношения и безграничную любовь художника к родине. Пейзажи Исаака Левитана передает теплые отношения. Меня зовут Екатерина Зайкова и в этом видео я показала свой процесс написания копии картины «Вечерний звон». Подписывайтесь на канал и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok